Всем привет, вы на канале час ремонта, в этом видео речь пойдет про перфоратор Makita HR2631FT. Чтобы не пропустить новый обзор, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений, после просмотра переходите в комментарии, там вы сможете поделиться мнением и не забывайте ставить лайки. А ссылки на выгодные цены и актуальное наличие вы найдете в описании. Перфоратор пригодится для сверления отверстий в мягких материалах, а также перфорации в бетоне и кирпиче. Стандартная компоновка для ручного электроинструмента, крупный корпус с двигателем и ударным механизмом, оснащенный пистолетной рукояткой. Выполнен корпус в комбинации фирменных цветов Makita. На инструменте предусмотрены вентиляционные отверстия для движения воздуха. Фирменная дополнительная рукоятка позволяет надежно удерживать перфоратор при любой работе. Перфоратор работает от сети. Кабель длиной 4 метра, в резиновой оплетке несъемный. Комплектация. Перфоратор. Боковая рукоятка. Ограничитель глубины. Быстросъемный кулачковый патрон. Инструкция. Кейс. С данным инструментом доступны три режима работы. Переключатель режимов расположен под редуктором, что практически исключает риск его случайного повреждения в ходе работы. Расцепляющая муфта делает работу с инструментом более безопасной, предотвращая рывок при заклинивании бура в плотном материале. Для комфортной и менее утомительной работы в перфораторе Makita HR2631FT реализована система активного гашения вибрации ATV. Для качественной и безопасной работы в условиях недостаточного внешнего освещения имеется встроенная светодиодная подсветка. Механизм регулировки угла обеспечивает поворот долота на 360 градусов с 40 положениями установки. Ограничитель крутящего момента обеспечивает остановку биты для защиты пользователя и инструмента от случайного блокирования биты. Быстросменные головки SDS Plus и самоблокирующийся цилиндрический хвостик. Если дополнительно приобрести пылесборник пружину, то инструмент можно использовать с промышленным пылесосом. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них сначала отрицательные. Переключение режимов неудобные. Слишком чувствительная трещотка. Слабая головка для буров. Нет регулировки оборотов точной регулировкой. Теперь перейдем к положительным. Мощный и легкий. Очень длинный шнур. Удобный кейс. Сменный патрон. Не китайское производство. При среднем шуме очень мощный. Пробивает любую твердь. Для домашних дел и дачи очень удобный. Неубиваемый перфоратор. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. Жду вашу поддержку, поэтому ставьте лайки и пишите комментарии. До скорой встречи на канале Час Ремонта.